Итак, у нас в гостях сегодня председатель Союза журналистов Хакасии Ольга Ширковец и пришла она к нам совершенно скандальными, я бы даже сказал, немного сенсационными новостями. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Добрый день. Некоторое время назад, сегодня, насколько я понимаю, в редакции газеты Хакасия состоялось правление Союза журналистов Республики, которое должно было обсудить, как мы с вами говорили в прошлом интервью, письмо обращения в Генпрокуратуру, Русском надзор и главе ВГТРК и Союз журналистов, письма Юрия Афонина, депутата Госдумы, в котором тот просил проверить деятельность ГТРК Хакасии. Скандальная тема, очень все известно, и тогда вы мне сказали, что предпримет царь журналистов Хакасии на эту тему, вы соберете правление. Итак, что же сегодня произошло несколько часов назад по этому поводу? Слушаем вас. Вы заранее прошу извинения, если я буду слишком эмоциональна, но та ситуация, которая сегодня возникла у нас перед заседанием правления, она, извините за бедность речи, ни в какие ворота не лезет. Сегодня должно было состояться в два часа заседание правления Союза журналистов России в Республике Хакасии. Все члены правления были предупреждены. Кто-то, конечно, как всегда не смог, кто-то уехал в отпуск, кто-то заболел. Но форум должен был быть. Значит, перед тем, как собраться всему правлению, к нам вдруг начали прямо быстренько-быстренько занимать кабинет, приз-зал, значит, съемочные группы. Я пришла и говорю, ребята, а вы что здесь пришли снимать? У нас здесь заседание правления. Мы общественная организация, у нас внутреннее дело, у нас, так сказать, обмен мнениями по ситуации, которая возникла с органами федеральной власти и нашим федеральным телеканалом. Они сказали, мы имеем право. Больше всех там, конечно, выступал извечный наш журналист Михаил Афанасьев. Он нетерпящим возражением, тоном говорил о том, что а я хочу, а я буду. Я говорю, Миша, ты журналист. Ты, наверное, знаешь культуру обращения журналиста и знаешь закон, как толкует, как мы должны работать. У нас все четко расписано. Как должен журналист работать? Нормально, квалифицированно. Если ты идешь снимать в любую организацию, в любую независимую организацию, ты звонишь и предупреждаешь о своем появлении. А вы здесь как появились? А мы имеем право. А ты что? А ты что? От журналистов будешь что-то скрывать? Я говорю, мы ничего не скрываем. Но есть общепринятые правила, и мы будем работать по этим правилам. Михаил Афанасьев является членом правления Союза журналистов Хагаси? Нет, Михаил Афанасьев не является. Я ему тоже это сказала. Миша, у нас мы собираем правление. Мы не Союз журналистов собираем, не членов Союза. И кто позвал эти съемочные камеры? Кто позвал? Мы готовы комментировать. Мы готовы. Я им предложила как? Начнем заседание правления, протокольно снимите, потом мы вас, так сказать, удалим. Это наше право. Это наше право, как любой организации, обсудить это с закрытыми дверьми. А потом мы свою точку зрения вам доведем. Хотите, допустим, члены правления, но если уж члены правления не захотят, они тоже имеют право комментировать или нет, публично. Это сделаю я, как председатель Союза журналистов России в республике Хагаси. Поступили мне претензии, то есть фактически все шло на то, чтобы заседание не состоялось. Мне начали предъявлять претензии о том, что я не работаю, что не работает Союз журналистов, что кто-то кого-то там не защищает. Я говорю, это не наша повестка дня. Это не наша повестка дня. В какой манере были высказаны к вам ваши претензии? Ну в какой? В эмоциональной, грубой. То есть это не показалось мне. Это просто шло все на срыв мероприятия. Я им говорю, ребята, вы срываете мероприятия. А где ваши члены? А что они испугались? А что они попрятались? Ну так нельзя вести дела. Мы знаем, как мы работаем. Нас приглашают или мы извещаем о нашем появлении. И мы работаем корректно, с уважением к тем людям, к которым мы приходим. Но если мы не проявляем уважения даже к своим коллегам-журналистам, о чем можно говорить? Сколько времени провожала эта эмоциональная перебранка? Ну я думаю, минут 30-40. Что произошло потом? Ну так как члены Союза журналистов не успели разъехаться по своим организациям и по своим городам. Потому что в членах правления у нас редакторы, журналисты, которые работают и в Шира, и в Таштыбском районе, и в Сайногорске. Мы как бы не успели разъехаться все. Но люди, члены правления, просто не хотели участвовать в этой склоке. Получилось склока. То есть люди в лице Сипкина, Сипкин член правления, но самое главное Фанасьева, начали говорить. А почему? А мы можем, а мы имеем право. То есть начали навязывать свою повестку дня. Начали навязывать свои правила игры. В таких условиях какое заседание правления? Как можно нормально обсуждать вопросы? Что в итоге решила Ольга Ширковец через 30-40 минут? Я им сказала, что ребята, спасибо вам, вы все сделали, что можно. Они начали говорить, ну выразите свою точку зрения. Я говорю, да, пожалуйста, я ее не скрываю. Если кто-то может не хочет выражать, а я публичный человек, я вам свою точку зрения озвучу. Я им озвучила свою точку зрения по той ситуации, которая произошла. Это мое личное, подчеркнула. Это мое личное. Но мне нужно определить было позицию правления. Правление – это руководящий орган. В итоге, насколько я понимаю, еще ли направление в большинстве своем решили не общаться с теми, кто пришел туда в соглашение и… Да, проголосовали ногами. Они не пришли просто в зал заседаний. Я объявила, что, ребята, время ушло, так что давайте вы как бы поучаствовали в том, чтобы у нас правление не состоялось в обозначенное время, и вы свободны все. Что произошло дальше? Ну, Афанасьев начал личные вопросы потом задавать. Я говорю, личные вопросы у меня в кабинете. А я хочу на камеры, а я хочу, чтобы это все снималось. Я ему еще сказала, Миша, ты хороший провокатор, ты устроил здесь провокацию. Ты где научился этому? На Майдане, в Киеве. Ты там этому научился. Нам Майданы здесь не нужны. Это Россия. И здесь должно селиться все по закону. Люди разошлись. Ситуация утихла. Семочная группа уехала. Семочная группа уехала. Члены правления собрались и сказали, а мы будем проводить заседания. Настояли. Корум был. Корум был. Да, все были на месте. В заседании правления участвовали. Сергеева Марина Александровна, Сунчугашев, Родион Дмитриевич, Зибирев Игорь Иванович, Иншин Валерий Яковлевич, Абумов Юрий Юрьевич, Ширковец Ольга Валерьяна и Терещенко Александр Владимирович. То есть у нас форум был. Член правления Сипкин. Да, Сергей Александрович член правления. Он участвовал? Нет, он ушел вместе со съемочной группой. Он сказал, что у него нет времени. Он уходит. Тогда мне остается поблагодарить вас, но для начала попросить вас дать общую оценку случившемуся скандалу и сказать о том, что вы будете делать дальше. Самое интересное то, что я задала им вопрос. Я всегда доброжелательно отношусь к коллегам-журналистам. Я уважительно отношусь к коллегам-журналистам. Я фактически возглавляя союз уже второй срок, я для этого работаю. Чтобы журналисты чувствовали, что у них есть организация, в которую можно обратиться. И когда я без доказательного обвинения слышу свады, что журналистам не работает, что мы ничего не делаем, что мы там чуть ли не хлеб едим. Какой мы хлеб едим? Мы общественная организация. У нас нет бюджетных денег. Мы живем на средства, грантов, которые... Их нужно написать, социальные проекты выиграть, реализовать. И плюс мы живем на спонсорские средства. Я ищу средства спонсоров для того, чтобы обеспечить работу. Для чего? Собрать журналиста, вывезти куда-то, организовать встречу с интересными спикерами, привезти из Москвы сюда тоже интересных спикеров, известных журналистов. Понимаете? И что я и делала? Проводить учебу. Это мы всегда делаем, много лет уже это делаем. Если кто-то не знает, я знаю, что знает. Просто не хотят видеть. Как бы вот поставить на место. Понимаете? За мою позицию. Я уверена, я уверена, что вот это все было организовано лично за мою позицию, которая не нравится оппозиционным СМИ. Тем СМИ, которые, извините за бедность речи, были оторваны от кормушки. Это так и есть. Это так и есть. Что значит вы тут все зависимые, вы бюджетники? Звучало на этом мероприятии. Мы где-то все друг от друга, мы друг от друга зависим. И естественно мы зависим от наших учредителей. Это правда. И это должны нас знать наши телезрители и читатели. Да. И частные СМИ, и государственные, и муниципальные. Но есть закон, который регулирует отношения. Закон о СМИ. О свободе СМИ раньше, а сейчас закон о СМИ. Федеральный закон. И там все по полочкам разложено. И каждое действие прописано. Каждое действие прописано как нужно. Но если ты работаешь, и естественно у тебя есть учредитель, и он имеет право диктовать волю, под каким углом зрения подавать материалы, я еще раз повторю, это дело твоей совести. Дело твоей совести. Отказаться или подавать. Продаваться или не продаваться. И когда сегодня из этого всего будет скандал, а я уверена, снималось это все для скандала, для однобокой подачи, для субъективной подачи. Что я могу сказать? Бог вам судья. Собака лает, караван идет. Что журналистов работал, работает и будет работать. Вот и все. А вчера российские журналисты должны были отмечать, и скорее всего отмечали Международный день солидарности журналистов. Международный день солидарности журналистов. Самое грязное и самое вот такое неприятное то, что сегодня конфликт между властью и некоторыми журналистами и СМИ перерастает в конфликт между журналистами. Это самое страшное, когда нет цеховой солидарности, когда журналисты из разных редакций начинают воевать с друг другом, используя недозволенные методы. Понимаете? А в проигравших кто? В кто в проигравших? Наши телезрители, наши читатели, наши медслушатели. Я не хочу, чтобы у нас были войны. Я призывала во всех программах остановить эти информационные войны. А сегодня в войны втягиваются редакции. Что решило правление слюза журналистов на Хакасии на своем заседании после того, что произошло в виде провокации? Знаете, что меня радует, что все члены правления, которые собрались вот сегодня, все-таки собрались и провели, и поучаствовали в заседании правления, и высказали свою позицию, они фактически все до единого высказали одну позицию. Не нужно было спорить, убеждать друг друга. Они все высказали, независимо от того. Редактор республиканских газет, иншин пенсионер, но имеющий огромный стаж работы. То есть люди, Марина Алёхина работает вообще пресс-секретарем, и все высказали единую позицию. Во-первых, все до единого высказали озабоченность происходящей этими информационными войнами, которые ни к чему хорошему не приводят. Это самое первое, что было высказано. Была высказана озабоченность тем, что сегодня втягиваются в конфликт СМИ, разные СМИ, то, о чем я говорила. И в данной ситуации по обращению Афонина, это самое главное, значит, все пришли к дадушному мысли, что мы не судьи. Мы общественная организация, мы не имеем права судить и выносить приговоры. Для этого есть суды, для этого есть прокуратуры. Мы должны, как журналисты, сказать, как считаем, как идет информационная политика. Так вот, все члены исправления слались на федеральный закон о СМИ о том, что никто не отменял, есть статью законную, что никто не имеет вмешиваться права в информационную политику СМИ. Никто. Но подача материала должна идти, исходя из совести журналиста. И если журналист однобоко подает, субъективно или тенденциозно, для этого существуют суды. Надо обращаться в суд. Это путь, который... А, а кроме суда еще же у нас закон говорит о том, право на ответ, право на опровержение, а потом суд. Все, закон есть, который есть, он расписал, как действовать нужно. Недоволен ты чем-то, вот путь, как он показывал, не нужно ничего изобретать. Вот это все подтвердили наши члены правления СМИ. И о том говорили, еще раз говорили о том, что войны информационные недопустимы, они никому не приносят пользы. Здесь нет победителей, здесь мы все проигравшие. И проигравшие наши телезрители, читатели, радиослушатели, я уже это сказал. Продолжение следует...